здравствуйте дорогие друзья рад всех приветствовать с вами роман сегодня мы обозреваем ультра бюджетный смартфон под названием x play n1 почему ультра бюджетный потому что стоит 1900 рубликов вот такая вот простенькая коробочка но тем не менее характеристики у этого устройства ну так знаете относительно интересная например gsm 900 1800 3 с половиной дюйма дисплей 320 на 480 точек есть камера на 1 и 3 мегапикселя записывают в формате 3gp причем разрешение 864 854 на 480 точек 10 кадров в секунду умеет воспроизводить mp3 midi wave а отце mp4 3gp есть fm радио внутри 512 мегабайт встроенной памяти и 256 оперативки bluetooth 40 вайфай биджи н есть поддержка карт памяти micro sd аккумулятор на 1300 миллиампер и две сим карточки ну еще раз показываю упаковку android 42 двухъядерный чипсет посмотрим какой сейчас на память не скажу какой-то mt 6572 насколько я помню две симки и что еще прикольно будет несколько цветовых решений у меня аппарат красного цвета видел еще фиолетового скорее все будет белый наверное какой-то еще цвет вот пока информация к сожалению в интернете на официальном сайте нет вот так вот он был упакован красненькая крышка сверху пленка двухъядерный android в массы мне уже в комментариях написали в твиттере что такой android в массы ни в коем случае но не знаю за 1900 рублей почему бы не купить но есть некоторые свои недостатки гарантийный талон такой коротенький usb кабель сетевой адаптер наушники гарнитура есть там ответ на звонок есть ответ на звонок вот такая вот комплектация укладываем обратно переходим к устройству естественно сделан он из пластика лицевая панель сейчас посмотрим до лицевая панель к сожалению тоже пластик видите как следы сразу остались сзади крышка сделана из-за пластика матового отпечатки пальца практически не видны красный цвет достаточно оригинальный по канту тоже пластик темно серебристого цвета тем ну короче говоря темного цвета под крышкой аккумулятор и слот мы не за для чего я открываю потому что всем карты я все не хочу показывать значит придется выключать включать одна сим-карта здесь другая здесь и соответственно карта памяти приблизительно в этой части то есть нет горячей замены аккумулятор 1300 миллиампер ну в общем для такого аппарата вполне нормально сборка хорошая не люфтит не скрипит чуть чуть продавливается до аккумулятора примерно в этой области но это как говорит малышева это норма камера кнопка включения выключения блокировка разблокировка сверху три с половиной миллиметра микро юсб регулировка громкости сенсорные клавиши микрофон закрыл до конца ну и пожалуй все надпись эксплей здесь динамик датчика освещения здесь нет поэтому мы включаем и переходим к экранчику экранчик 480 на 320 очень очень простой то есть вы видите что если наклонять на себя инвертируются цвета если от себя падает резко контрастность в общем ничего не видно яркость увеличивается все остальное очень плохо но тем не менее если вот держать под прямым углом или как-то вот немножко наклонять на себя еще можно так как-то разглядывать изображение я могу пройтись по менюшкам вот показать вам как это все выглядит то есть приходится чуть-чуть наклонять сверху панель уведомления android 4 2 соответственно могу вам показать настроечки вот такие вот быстрое включение разных функций и соответственно о телефоне n1 модель 4 2 2 но достаточно прикольно учитывая что стоит всего около 2000 рублей здесь android 4 2 оригинально следующее это музыка и видео здесь присутствует музыкальный плеер естественно стандартный несколько звуковых эффектов опять же андроидовских эквалайзер регулирует от 60 герц до 14 килогерц звук приятный динамик достаточно громкий видео можно проигрывать вплоть до 720p потому что здесь стоит мали 400 вот вам квадрант выдает он день тут ваше устройство 3156 баллов интересно в системной информации вы видите что это arm v7 процессор 1 гигагерц ядер 2 и соответственно mt 6572 оперативная память видео карточка но вот как всегда он почему-то не показывает так вот еще раз опять не показывает короче говоря здесь мали 4 состоит вот так вот датчики но что вы должны знать про этот аппарат здесь нет android маркета по крайней мере я его вообще не смог найти скорее всего будет использоваться яндекс маркет но или он называется яндекс торт тут в принципе достаточно много различных приложений то есть основные есть но например там что я искал вот skype я нашел я нашел mx видео плеер там есть twitter и другие другие приложения есть некоторые игрушки в том числе те же самые нг бёрдсы всякие аркады там другие есть в принципе принципе неплохо конечно это не android маркет но опять же вспоминаем цену есть ведь агент mail.ru есть доктор в песке опера в биридер тюн радио есть два гис всякие фонарики и випри приложения почта mail.ru ну и так далее в общем в принципе есть что поставить из каких-то таких не самых навороченных приложений ну самое главное для меня это было наличие твиттера и почты хоть какой-либо вот пошла без твиттера и почты ну как-то неинтересно android юзать ну и плюс ко всему и простенькие игрушки так что минус здесь есть это отсутствие android маркета камера на 1 и 3 мегапикселя очень очень простая сами понимаете что качество тут будет соответствующие настройки тоже для android привычны 1 мегапиксель ну или же меньше видео 854 на 480 10 кадров в секунду уже как-то простенько приложение тут много установлено ну например вот яндекс диск здесь используется дальше кино афиша метро установлено яндекс метро яндекс музыка яндекс ну все что к яндексу относится здесь вот все установлен яндекс электрички яндекс карты в принципе неплохо мне нравится лучше так чем вообще ничего не было браузер шустра только что смотрел все отлично летает никаких проблем нет что еще могу отметить такая вот звонилка номеронабиратель sms ким sms ким давай сюда sms ким вот вот можно ввести номер с клавиатура обычная андроидовская все что хотите то и делайте ну в принципе аппарат интересные особенно учитывая свою стоимость так вот если кто-то например не хочет покупать себе стандартный телефон без операционной системы то почему бы не взять вот например этот большой экран неплохое разрешение android в конце концов стоит то есть можно поставить хоть какую-то читалку что ли почитать карты посмотреть фотографии нормально посмотреть дань отсутствуют сервисы google но тем не менее вот в яндекс истории есть какие-то приложения которые в общем то вам будет нужны в свое время так что аппарат в принципе интересный я вот рекомендую действительно не хотите брать обычную звонилку ну возьмите android вот например вот такой x play n1 всем спасибо пока пока